Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Питерская рок-группа «Пилот» исполняет свои яркие, несколько философские и жизненные песни уже 17 лет. Во время гастрольного тура музыканты почти в каждом городе появляются ежегодно. Но в Чите они не выступали уже более пяти лет. Однако читинцы не отчаиваются их увидеть в своем родном городе, но пока на концерты ездят соседние регионы. Так читинцы отправились в Иркус на презентацию нового альбома группы «Пилот-13», где корреспонденту Забинфо и преданному поклоннику коллектива удалось получить эксклюзивное интервью с солистом Ильей Чёртом. Во-первых, мы каждый альбом создаем как отдельное произведение, цельное. И я всегда говорил, что людям, которые интересуются группой «Пилот», не стоит слушать отдельные песни. У них создастся неверное впечатление от творчества. Все творчество группы «Пилот» нужно слушать альбом. Это связанное, цельное произведение с определенной атмосферой, рассказывающее определенную историю, освещающее какое-то качество, какой-то момент, сторону жизни. Поэтому все альбомы разные. Какой-то альбом он, например, рассматривает социальную тематику, как рыба против свиней. Он поэтому агрессивный, тяжелый, такой социальный и так далее. Альбом «Осень», например, «Предпоследний», это был такой альбом дворовых песен. Более такой, с дворовой тематикой такой, дворовой жизни, подворотник, что-то было. Альбом «13» уже он более мистический. Он рассматривает такое тяжелое советское детство, искажения в психике человека. Деревянные игрушки, скользкие подоконники. Но даже обложка альбома, она сама за себя уже говорит, порезанные в кровище игрушки и все такое. То есть это внутренний демон человека, поэтому уже больше магии, больше психологии. Ну, если вкратце, можно сказать, что меня Бог вдохновляет на все, естественно. Я вообще ничего не пишу, ни песен, ни книг. Я просто записываю за ним, что успеваю. И когда мне не лень, знаешь. У меня даже в песне, в новой, сегодня по радио просто ее ставили, песня «Дожди», там есть такая строчка, «Сколько песен умрет, что я услышал от Бога, записать, применившись в ответ». То есть я что успеваю, то записываю за ним. Но это же просто вся жизнь, потому что Бог вокруг нас. Это не что-то такое в храме на алтаре, нарисованное в рамке. Вот это жизнь. А вот как бы Вы оценили сейчас положение русского рока в России? Не кажется Вам, что он уже немножко теряется? И вот смысл изначальной роли «Свобода» на туловину или хор? Нет, смысл как раз был не в «Свободе», а изначально. Я просто говорю, вот я понимаю причину, почему это происходит. Ну, как мне кажется, с моей точки зрения. Дело в том, что 20 лет назад почти большинство людей, которые шли в рок-н-ролл, да, играть рок-музыку на сцену, это были бунтари. И это не значит, что они обязательно были против чего-то. То есть это просто люди, бойцы по жизни, да? Ну, как, в хорошем смысле хулиганы. То есть которые не надеялись на мамочку, да, на папочку, на какую-то поддержку. Они самостоятельно жили на улице, да, и понимали, что жизнь – это борьба. То есть они были бойцами по психологии. А сейчас, спустя 20 лет, да, рок-сцену захватили маменьки на сыношке. Правда, это не мужики, в моем понимании, а это такие, но существа с мужскими половыми органами. Вот. Которые вроде бы на гитарах играют, вроде бы что-то там кричат со сцены, но еще что, побегут к маме и говорят, «Мамочка, пожалуйста, он меня убьет, он меня откорбляет». Ой. Мама скажет, конечно, сынотик, иди сюда, я тебя поцелую и супчику налью. Вот. Вот такие вот, да. Я знаю, что вы приверженец временных против, не выступаете временных привычек. А может быть, какой совет дадите? Человек никогда не будет бороться за свое здоровье, да, и за какой-то свет в своей жизни ради себя самого. Никогда. То есть это в первую очередь касается тех, кто хочет, например, распрощаться с алкоголизмом и наркоманией. Знаете, что ни один наркоман, ни один онкоголев не будет стремиться к здоровой жизни ради себя самого, ради своего здоровья, своего счастья и так далее. Это бесполезно. Только когда человек находит, ради кого или ради чего стоит это бросить и заняться собой, вот тогда он может перевернуть горы. Но у него внутри должно переломиться само сознание, что он живет не без себя, а ради счастья других. А когда вас ждать будет? Ну, когда позовете. Я мальчик вежливый, я сам не прихожу. Вот если меня позовут, я приду, конечно. Я без приглашения не прихожу. Мы очень жаль, наши поклонники просто умирают без ваших концертов. Если бы они действительно умирали без концертов, они бы нашли организаторов концерта в вашем городе. Пришли бы и сказали, мы хотим все видеть группопилот. Организаторы бы нам позвонили и сказали, давайте сделаем концерт. Мы бы сказали, да, конечно, не вопрос, мы приедем. А вы часто забываете города, в которых вы живете? Ну, я вообще, у меня с памятью не очень хорошо, честно говоря. Даже не потому, что это как-то медицинское, а потому, что я не вижу в этом смысла. Но я всегда живу в моменте сейчас, стараюсь быть. Друзья мои, в наше тяжелое время я бы посоветовал вам в первую очередь относиться с уважением друг к другу. Почаще стараться понимать друг друга, вставать на точку зрения другого человека. Потому что с этого начинаются любые хорошие и созидательные взаимоотношения. А это самое главное в нашей жизни. Так что любите друг друга и берегите друг друга. Все-таки мы одна семья, мы вместе. Субтитры создавал DimaTorzok